Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Евгеньевич Кузнецов, это вы? Да, это я. Звонок поступает до самой вашей задорности. Фантоманский банк открытия на сегодняшний день. Сумма вашего долга составляет 609 800 рублей. Банк требует нести оплату до 30 июня. Дмитрий Евгеньевич, поступает до вашей оплаты. Что вопрос какой был? Не слышу вас. Вы мне сообщили, что банк что-то там требует. Дальше задали вопрос. Я его не услышал. Повторите этот вопрос, пожалуйста. Банк требует нести оплату 709 800 рублей. У вас задолженность неоплаченная. До 30-го числа оплата от вас поступает? Не знаю. Навряд ли. Ну что значит не знаю, Дмитрий Евгеньевич. А с чем связаны ваши неоплаты? С чем связаны ваши вопросы? С тем, что у вас имеется задолженность в банке. Вы представили, что вы сотрудник МБА Финансы. Я у МБА Финанс никаких денег не брал. И отчет МБА Финансы сдавать не намерен. Дмитрий Евгеньевич, вы приобретали данный кредит. В Ханты-Мансийском банке открытия. Мы являемся его законными представителями. Ну и что дальше? На основании чего? С статьи 5-го Гражданского кодекса Российской Федерации. Почитайте свой кредитный договор внимательно. В случае, если у вас имеется задолженность, то банк имеет право передать ваш долг третьим лицам. Мы сейчас работаем на основании агентского договора. Это ни о чем не говорит. Если облада в банке поступает, то банк вообще имеет право передать ваш долг коллекторской фирме. И будете уже непосредственно общаться с коллекторами. А вы кто, не коллекторы, что ли? По 382-й статье. Да, именно так. Так он что, вам передал право взыскания или только агентский договор вы заключили? Я вам объясняю, что мы работаем на основании агентского договора. Вы же не взыскиваете, а вы... Если у вас оплата не поступает, то вы, значит, по переуступке прав требования по договору. Ну так, а что, полтора года уже пытаетесь? Да, вы совершили другое начисление процентов. Банк таким образом вернет свои деньги, а вы так и будете должны. Только другой компании и другую сумму. Ну, банк сообщит мне, что он заключил договор цессии, ради бога. А он даже не удосужился мне сообщить, что он договор под названием агентский заключил с кем-то. В этой связи я... А он не обязан вам, банк, Дмитрий Евгеньевич, сообщать данную информацию. Вы 525 дней намеренно уклоняетесь, не оплачиваете за должность. Откуда мне знать, кто вы такие и почему вы утверждаете, что я вам должен отчет давать? Мне может 25 человек сегодня позвонить и сказать, что они вот такие вот лихие ребята. А как мне убедиться, что это не мошенники звонят? А Дмитрий Евгеньевич, у вас было время, так же и сейчас оно имеется. Идите в банк, уточняйте информацию в банке, оплачивайте свой кредит. Зачем не это? Мне что, нужны дополнительные расходы, что ли? Мы не просим оплачивать на какие-то непонятные реквизиты. Вы должны оплату производить непосредственно по реквизитам коронавантийского банка открытия по своему расчетному счету, который имеется у вас в банке. А вы из этого получите проценты, потому что вы отметите, что это благодаря вам поступило оплата. Дмитрий Евгеньевич, речь сейчас идет не о нашей компании, а идет о задолженности по вашему кредитному договору. Вы намеренно уклоняетесь от оплаты? Наши разговоры с телефоном и все записываются. Очень хорошо. И мои тоже. Вы желаете по тому же адресу Санкт-Петербург, улице Доблести, Верно? Там проживаете? Дальше. Дом 28, да? Дальше. Что дальше? Я вам вопрос задавала. Дом 28 большой. Дом 28 большой. Квартира 123. 193, прошу прощения. Так. То есть сейчас вы намеренно слили информацию человеку, которого даже не знаете. Верно? Почитайте, пожалуйста. Нет, вы сейчас с кем разговариваете? Что значит? Вы мне вначале представили, что вы являетесь Дмитрием Евгеньевичем. Вы ошибаетесь. Вы меня спросили, и я произнес слово «да». Я... Да. Да. Наши разговоры все записывают. Тестную работу выполнила. А вы по данному адресу ожидаете выездную инспекционную комиссию. Уже же приезжали к Кузнецову Дмитрию Евгеньевичу. И будете общаться с Дмитрием Евгеньевичем? А зачем участковый? Объясните мне. Зачем участковый? Зачем участковый? Да, зачем? Что значит для чего? Ну, зачем участковый? И каким образом он там окажется? Чтобы вам... Чтобы к вам в дом попасть, в квартиру. Это что значит? Кто это вас пустит туда? А ну, объясните мне. С участковым инспекционная комиссия в любом случае... Участкова будет ордер на обыск или постановление главного судебного пристава города Санкт-Петербурга? А на каком основании вы проникнулись намеренно в квартиру? Евгений Евгеньевич, изучайте законы. Я их изучаю, 14 год. Я работаю адвокатом, законы знаю прекрасно. Отказ оплатный зафиксирован? Какой отказ? Вы кому звоните? Настя, ты кому звонишь? Отказ зафиксирован? Я с вами на тыс не переходила. Я с тобой переполнится. И на ты не переходила. Я с тобой перешел на ты. Ты можешь мне выкатить. Это вы будете дома со своими родственниками так разговаривать. Мы все так говорили. Ожидайте инспекционную комиссию. Я ожидаю уже полтора года.